...прощался. Вот как будто плечи развернулись. Хозяин разберется. Это он мне сказал. Исторические ошибки возможны? Ты все равно должна быть настоящей комсомолокой. Вы понимаете, это невысокие слова были. В его устах это вообще, это была его вера. Вот в прошлом году, как раз день в день, он расстрелян 20 февраля. Именно в этот день, спустя 51 год, я это узнала. Вы присутствовали в арестах, кто-нибудь или нет? Да, участвовал в арестах, то же самое. Как это выглядело? Вы вспомните один, вы могли бы описать один пример для нас. Как это выглядело? Ну, это довольно трагические всегда случаи. Это слезы, это горе людей, это уверение этого человека арестованного, что это какая-то ошибка, а действительно человек не знал, за что это ошибка, что он скоро вернется и все прочее. Это обычно такая сцена. Но так, есть ордер, есть и прокурором утвержден, и начальством утвержден. А мы, исполнители, конечно, должны были выполнять. Для меня Ленинград это что-то было, ну, грандиозное. Но я никогда не думал, что может быть такой город. Но и на улице всегда можно было встретить вот приятных людей, с которыми можно и поговорить, и спросить. И в этом отношении это был удивительный город. Для меня деревенского парня это было что-то, ну, очень большое. Я старался быть похожим на этих людей, разумеется. В начале, в январе 1937 года я был призван в органы государственной безопасности, на работу в органы государственной безопасности. Ну, и начал все мои планы, все мои желания. Я хотел быть поэтом, хотел быть историком. Все это рухнуло, и совершенно новое открылось поле деятельности. Я работал в Ленинградском управлении государственной безопасности, на Литейном проспекте, дом 4, известный, так сказать, большой дом. Это было почетно, так сказать. Это великое доверие, можно сказать, такое. Конечно, для многих это было, вот. Извините, что было великое доверие? Ну, великое доверие партии комсомола этому человеку, раз его выдвигают, вот, на работу в органы безопасности. Туда отбирали, конечно, самых честных, самых достойных, самых проверенных людей. Вот. Так воспитывали, что у нас вредительство враг не дремлет. Враг не дремлет. И прибодили слова никого-нибудь, о Ленина, о том, что революция, только тогда она заслуживает своего названия, когда она умеет защищаться. Революция должна защищаться. То есть не революция идет наступление, а революция защищается от тех врагов, которые пришли и хотят повернуть все вспять, понимаете, на старое. Поэтому все, которые курсанты, учились, это люди, которые, значит, верили, искренне верили, что им надлежит после учебы, понимаете, окунуться в эту деятельность, понимаете, борьбу против тех, кто, против врагов, врагов советской власти, советского государства. Рыцарь революции Рыцарь революции — это человек, получивший оружие из рук, из рук диктатура пролетариата, для того, чтобы защищать, понимаешь, рабочий класс. Вот. Защищать. И вот это считали мы, так сказать, нас называют рыцарями революции. Это в печати было везде. И вот. А раз рыцарь революции, значит, нужно посвятить свою жизнь борьбе за дело, вот, за защиту, за защиту революционных завоеваний. Там были управления такие, секретно-политическое управление, это которое занималось высказываниями против государства, против управления, секретно-политическое управление. Затем экономическое управление. Экономическое управление это расследовало дела и занималось, значит, вот этими экономической контрреволюцией, вредительствами, в процессе дикоим. Но сотрудник, который вновь назначенный, он получал дела от предыдущего. Там уже была сеть у него о информаторах, о осведомителе, которые давали им материалы. или, например, у человека какой-нибудь, понимаете, изъян находился. в биографии. Я, скажем, понимаете, вот работает женщина, у которой арестован муж. Вы советский человек? Ну, вы советский. А доказать вы это можете? Это нужно доказать. Ведь каждый скажет, что он советский. Да, я, конечно, готов доказать. Помогите нам. Дело-то небольшое. Если вы заметите какие-нибудь антисоветские разговоры или антисоветские дела, вот мы с вами будем встречаться там раз в неделю, понимаешь, где-то вот по такому-то адресу, в таком-то. Вы зайдете, понимаете, заранее подготовьте, напишите, что вы там заметили, кто говорил, что говорил, кто присутствовал. И все. И мы будем знать, что вы действительно, понимаешь, советский человек, понимаете, что мы вам поможем, если какие-нибудь будут для вас неприятности, там, увольнение с работы или понижение по должности, мы сумеем через своих, понимаете, помочь, чтобы этого не случилось, понимаете. И больше ничего. Человек соглашается, он или она. В школе это говорили, вот сказали, вот дети, видите, как у нас, нам не дают учиться, нам не дают, понимаете ли, жить при коммунизме. Вот все время тормозят, вот взорвали там фабрику, вот там по этой трамвай с пути сошел, там погибло сколько-то народу. Вот, видите, это все враги народа сделали. Нам столько вбивали сюда в голову, что мы уже ничего больше не соображали. Мы шли и видели в каждом какого-то врага народа. И если вы видите какую-нибудь подозрительную личность на улице, нам говорили, там дядька, если у него, может, борода приклеена или там усы, это шпион, надо заявить сразу в милицию. Вы его, значит, преследуете и сообщите милиционеру. Вот так учили нас ловить шпионов. Но было сейчас смешно это, а тогда было это вполне реально. Понимаете? Ну как это? Раз все пишут, раз все, если все говорят, руководители партии, правительство, начальство, учащие,